Музыка Доброго дня вам, дорогие подписчики! Сегодня я вас хочу ознакомить с Шоргугалом. Это национальная печёная Азербайджана. Если перевести его на русский язык, это просто колобок. Только солёный колобок. Как вы видите сейчас на экране Хонча, там находятся яйца, начало-начал. Шакяр-бура – это луна. Шоргугалы – это солнце. Пахлава – это земля. Она слоистая, каменистая наша земля. Покрыта грунтом. И вот точно так же кусочек пахлавы нам показывает, какая есть у нас земля. Годами она слоилась, крошилась, накладывалась друг на друга. Всё со смыслом. Ну что ж, давайте готовить наш колобок, наш Шоргугал. Шоргугал можно делать и сладким, и солёным. Продукты все написаны здесь. Если вы будете соблюдать пропорции, у вас всё получится. Берём дрожжи, сахарный песок, молоко и смешаем в мисочке. Добавим туда муку, где-то стакан. Мы добавили молоко, тёплое. Теперь добавляем масло. Нам не надо ждать, пока подойдёт опара. Просто всё по очереди замешиваем. И пока мы делаем тесто, потом выстаиваем его, тесто подойдёт. Очень простой и быстрый рецепт. Нам нужна сметана. Сметана может быть любая. Даже если нет сметаны, вы можете положить йогурт. Разобьём яйцо, чтобы оно не мешало нам работать нашему миксеру. Дальше добавляем муку. Муку добавляем не всю. Оставляем для начинки столько, сколько написано на рецепте. Вам покажется, что здесь много муки? Да, я готовлю двойную порцию рецепта. Поэтому вы не ошибаетесь. У меня муки здесь целый килограмм был. Я оставляю её сейчас примерно 300 грамм для начинки. Остальное всё замешивается. Как видите, тесто замесилось. Чуть-чуть помесим его рукой. Тесто довольно-таки тугое. Уберём его в стороночку и накроем полотенечко. И в течение двух часов оно у нас поднимется. Теперь готовим начинку, пока наше тесто отдыхает. Для начинки нам нужны будут пряности. Мы возьмём 100 грамм масла. Это в моём случае 100 грамм. В вашем случае, если по рецепту, 50 грамм. Добавляем сюда куркумы. Пол чайной ложки. Добавляем молотый фейнхель. В моём случае 3 чайные ложки. В вашем случае 1 чайная ложка. И добавляем зиро. В этой баночке у меня через кофемолку пропущено и фейнхель, и зира. Дело в том, что обычно пользуются ими в виде порошка. Если вы часто готовите южные блюда, наверное, встречали там по рецепту, добавляется фейнхель. Он очень успокаивает желудок, кишечник. Поэтому у нас очень часто пользуются этой приправой. Я ещё добавляю чёрный перец. Если вы, конечно, когда-нибудь пробовали этот колобок, то вы там, может, и не почустили этого перца. И добавляем соль. У вас по рецепту, а у меня почти 3 чайные ложки. Начинка будет солёная. Очень хорошо во время завтрака есть эти колобки со сладким чаем. Очень хорошо брать с собой на работу. Рядом с кофе они тоже прекрасны. Попробуйте сделать. Первый раз у вас, конечно, уйдёт прилично времени, так как непривычно. А потом вы привыкнете и буквально за какие-то... Если вы через те 2 часа, что тесто у вас отдыхает, за какой-то час вы всё приготовите. Теперь возьмём масло, которое мы растопили. Растопили мы его не полностью. Сюда высыпаем наши специи. Вместо перца вы можете добавить... Можете добавить имбирь, если кому не нравится масло. Вернее, перец. Обратите внимание, как в сковородке шипят специи. Масло горячее. Специи холодные. И они отдают свой аромат и вкус полностью в масло. Дальше мы будем добавлять сюда муку. Есть несколько способов начинки этих колобочков. Я сегодня вам покажу очень лёгкий способ. Да ещё люди некоторые, когда идёт шоргогалла, им попадается вот эта солёная в серединочке. Всё вместе, прямо в самой серединке. И как бы всё безвкусно, а серединка очень солёная. Так, сейчас вы увидите, как сделать, чтобы это было не так. Чтобы полностью, кругом, по чуть-чуть была эта начинка. И чтобы не было такого контраста. Это край безвкусный, середина солёная. Поэтому люди всё едят, а середину укидывают. Во-первых, это хлеб. Его нельзя укидывать. Во-вторых, сюда вложено столько труда. В-третьих, можно сделать так, чтобы это было съедобно. Ну, старину делали так, и поэтому до сих пор многие люди делают именно так. По серединочке начинка. Ну что ж, как видите, мы растворили всё. Ну, сюда ещё будет добавляться мука. Я принесла ещё добавлю сюда и перемешаю. Я добавила и перец, и имбирь, чтобы вы не запутались. То есть, можно добавлять и то, и другое. У имбиря свой такой лимонный аромат. И мне очень нравится. Всю муку выложили. Теперь минут пять прожарила я это всё на огне. Как видите, оно получилось вот такое сыпучее. Можно было оставить и так, как вы видели. Но, опять же, там мука сырая, и не хотелось мне, чтобы вот так было. Тесто наше подошло. Я его размяла. Теперь разделила на две части. Нам нужно десять комочков. Мы по пять штук их будем раскатывать и смазывать. В то же время начинять. Процесс у вас займёт некоторое время, но это стоит того. Как видите, у меня получилось девять штук. Ну, я сейчас немножко отщипну каждого. И тут мне хочется вам рассказать одну пословицу азербайджанскую. Муж, думает, он умный, считает вот эти комочки. Эти комочки у нас называются кюлья. А мать говорит, ты считай, считай. Она берёт, с каждого отрывает по кусочку. Счёт не изменился, а экономия осталась всё равно экономной. Она из девяти сделала десять штук. Как в моём случае. Вот так. Оставляем две штуки пока. И будем раскатывать. Раскатывать можно по одной, по две, по три. Как вы можете. Я бы хотела, чтобы вы научились раскатывать по две, по три. Это очень удобно. Но, вы знаете, иногда думаешь, кто же сейчас будет это готовить? В лучшем случае пойдут купят в магазине. Да, может быть, у вас... Я не знаю, где вы смотрите это видео. Может быть, у вас в магазинах этого даже и нет. А может и есть. Если нет, то вам захочется это спечь. Я уверена. Если, конечно, ваш день не полностью загружен работой. Женщины работают с утра до ночи. Если раньше, в советское время, у нас были выходные. Два раза в неделю. Работа заканчивалась 7-8 часов. Сейчас это не так. Сейчас все работают почти без выходных. Изредка на праздники. Если это, конечно, не государственная работа. Изредка на праздники бывает у них один день. Праздничный день. Всё. Остальное время все работают. Если государственная работа, конечно, там остались те же законы, которые были раньше. Я раскатала второй пласт, положу сверху. Между ними должно быть много муки. И раскатаю их две вместе. Значит, если эти две вместе, и потом три других вместе, у меня уже пять кожиков будут готовы. И я на них буду мазать масло. А потом посыпать начинку. Вот смотрю и вспоминаю, как я раньше раскатывала тесто. Я уверяю вас, что первый раз я вообще начала раскатывать тесто бутылкой. У меня не было такой палочки. И ничего получилось. Так что, если человек желает чего-то достичь, он может достичь его любыми путями. Не забывайте посыпать мукой. Во-первых, вы тогда сможете его тоненько раскрыть. Во-вторых, оно очень быстро растянется тесто. Станет тёнким. Толщина теста 1 мм, не больше. Как видите, он почти прозрачный. Раскатали. Теперь мы смажем его. Масло не должно быть горячим. Дело в том, что от тёплого масла тесто ещё здесь будет подниматься. Полностью смазываем тесто. Теперь 2 трети мы посыпаем нашей начинкой. Одну треть оставляем без начинки. То, что у начинки комочки такие, это не имеет никакого значения. Во время того, как это будет печься, они растворятся. И станут такие же мелкие, как бы, или пусть они вас не смущают. Но если это вам, как говорится, не нравится, вы могли оставить как непрожаренный нит. И намазать вот этим коржем. Опять же, на 2 трети. Дальше, сверху, мы накрываем ещё одним пластом теста. Напоминаю вам, тесто должно быть тонким. Если тесто будет толстое, у вас получится как булочка. И не пропечётся середина. Я думаю, если вы увидите весь процесс, вам легко будет ориентироваться. И вы тоже захотите приготовить вот такой шоргу-галл. 5 листочков теста мы смазали. Посыпали её начинкой. Теперь закручиваем. И дадим тесто чуть-чуть отдохнуть. Вернее, не отдохнуть, а остыть. Там всё-таки масло ещё жидкое. Пока я буду делать второй. Если вы будете делать по рецепту, у вас получится вот одна такая колбаска. У меня же их будет два. Потому что я сделала двойную порцию. Если вы в какой-то мере знакомы с этой кухней и захотите сделать ещё больше, можете умножить то, что у вас есть рецепт, на два, на три, на четыре. Можете открыть даже своё дело. И в своём городе можете продавать шоргу-галлы. Я уверяю вас, у вас будет очень хороший бизнес. Люди, которые приезжали к нам в город, туристы, иностранцы, если только они пробуют, им очень нравится. И каждый спрашивает в рецепт, как приготовить. Дело в том, что приготовить не так уж и трудно. Но ваши эти шоргу-галлы, они могут держаться в течение двух недель. С ними ничего не становится. Просто они остыли. И вам кажется, что они затвердели уже не свежие. Взяли галлогальчик, положили микроволновку на 30 секунд. И он у вас такой, как будто бы только что его спекли. Ну что ж, теперь мы будем резать их на равные части. С каждой вот такой колбаски появляется 12 колобков. Если вы хотите сделать сладкую начинку, вместо приправы вам надо будет добавить к муке и маслу ванилин и сахар. Сахара нужно будет добавить где-то полстакана. И пачку ванилина. И вы получите сладкие колобки. Сверху будете посыпать белым маком. Сладкие колобочки бывают с белым маком. А солёные колобочки бывают или с тмином сверху, или же чёрным маком. Как видите, я разделила на кусочки. Прижимаем чуть-чуть снизу и чуть-чуть сверху. А потом ладошкой прижимаем вот это тесто к доске. Вы знаете, у меня сдвинулась камера, поэтому во время съёмки не попал в кадр, как я её делаю. Видите, ладони прижимаю. А края чуть-чуть, как будто с одной стороны пальцем затягиваются и с другой стороны. Поэтому получается такая форма. Они сейчас на вид не очень какой-то незрачные, а когда спекутся, аппетитные, красивые. Сверху смажем жёлтым желтком и посыпем маком. У нас появился свет. Пока я снимала видео, видимо, свет отключили и у нас был тёмная поверхность рабочая, а теперь стало светло. вообще-то надеюсь что идти в с politically стать wyn Сверху обсыпаем чуть-чуть маком или чёрным мимом. Я повторяюсь, но у нас колобочки солёные. Выпекаем при 180 градусах в горячей духовке. Заранее мы обязательно подогреваем духовку. А сейчас вы уже видите готовый вид. Значит, 180 градусов 30-35 минут. Приятного вам аппетита! Нравится? Видите, какого вида у нас всё? Ну что ж, у нас сегодня последний день перед праздником. Вторник. Охарчащая она называется. Я хочу поздравить всех с наступающим праздником весны Новрус. Новым годом, когда просыпаются все деревья, растения. И пожелать всем удачи, счастья, крепкого здоровья. Заходите, если вам понравится вкус. У нас будут ещё новые, новые рецепты. Вы знаете, много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok Только до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok